Продолжаем обсуждение поправок в Конституцию и даем трибуну сегодня депутату Государственной Думы Фатиху Сиболгатурну. То, что говорят некоторые наши умные головы, так называемые преамбула, значит, менять, внести туда дополнение изменения, религиозного характера написать, или есть уже предложения такие, мой друг, значит, Затуллин говорит, мы русские, в содружестве с остальными, значит, народами России. Я думаю, значит, тоже нет необходимости, а если, значит, честно, значит, сказать, Путин же не сказал, не поручил, давайте преамбулу меняйте. Там основное, значит, было, значит, ТРО, Госдуму, правительство, Госдума и Государственный совет. Государственный совет, Государственный совет, оно было при президенте, оно как бы, значит, орган уже, значит, вот тоже большими полномочиями. Вот и весь разговор, и дальше, значит, вот там социальный, значит, вот пакет. Ваш прогноз на попытки религиозных деятелей вернуть свои позиции? Вот обычно говорят на русском языке, я тоже солидарен, и с этим человеком, значит, был хорошо знаком, не надо чесать, где чешется. Зачем вот это, значит, вот там, сейчас сегодня, значит, вот, скажем, по религиозным деятелям, вот, утосение, Бог, а, значит, вот, у мусульман – Аллах, а у юдеев – Яхва. Даже если, значит, вот, религии, так, там вообще нет Бога, без Бога религии. То есть, значит, вот там не назвали, вот, первой мировой религией единобожьей, значит, вот это тангриянство. Оно, значит, вот называлось и не Богом, тангриянство – тангрия небесной, тангрия небесной. И все, у индусов, у китайцев, значит, есть религии, значит, вот там, буддизм, в буддизме нет Бога, а буддизм, значит, вот как тогда, значит, вот, они должны тоже свою преамбула, что ли. Их у нас тоже много, в Сибири и Дальнем Востоке были, в основном. Поэтому тут, я думаю, на данном этапе я считаю достаточно, вот, то, что. Если не сказал, то, значит, намекнул Владимир Владимирович, значит, вот, он бы, значит, вот, как говорится, сказал бы, значит, вот, об этом. Через кого бы? Либо сам прямой, либо через кого-то. Да, что-то, значит, вот было бы, значит, вот, поэтому не надо путать одно с другим. Они, значит, вот пусть занимаются со своей службой, значит, вот там уже говорят, со стороны, значит, вот там православия было, значит, вот там какое-то предложение, я не знаю точно. А уже, значит, вот со стороны ислама, значит, вот там тоже, значит, вот что-то записать, там гарантировать, значит, вот там оплату труда, что ли, значит, религиозных деятелей такого масштаба. В общем, таких разговоров много. Я как депутат, как один из законотворцев, будем говорить, там я должен и голосовать еще за изменения. Не надо. И с народом надо обсудить. Политические партии поддерживают. Они же у нас в Госдуме, мы общаемся с ними. Не надо, как говорится, долго тянуть, надо принимать. А социальный пакет, который Путин обозначил в послании своем, он будет каким-либо образом в Конституции отражен? Оно, значит, вот, если будет, то, значит, вреда не будет. Оно, значит, вот сегодня у нас идет, значит, вот как национальный проект, национальный проект, и чтобы, значит, вот на большую, дольшую, значит, вот на долгую перспективу. Вот то, что, значит, озвучено, значит, оно должно гарантироваться. Я считаю, тут, значит, вот никакого вреда нет, есть необходимость, значит, вот его включить. И продолжая социальную тему, вы сказали, что у вас семь детей. Я, честно говоря, восхитился. Вы тогда с точки зрения отца, героини, можете посоветовать, как решить демографическую проблему сегодня? Как, в кавычках сказать, заставить людей рожать побольше детей? Как вообще этот камень спихнуть с места? Как его столкнуть? Это спихнуть с места тоже есть разные мнения, предложения. То, что религиозные деятели говорят запрещать аборт, а там другое, третье, пятое, ничего не поможет. Во-первых, должны быть физически здоровые молодежь. Прежде всего мужчины должны быть здоровые. Не случайно про спорт, про правильный образ жизни. Пример даже показывает Владимир Владимирович Путин. Я сам, значит, занимаюсь, значит, как говорится, уже есть и необходимость у меня, значит, по состоянию, значит, по здоровью, значит, спортом. И дальше, чтобы было, значит, настоящей, значит, любовь, мы должны, значит, любовь назвать, значит, настоящими, значит, любовью, соблюдать обычные традиции российских народов. Как оно было раньше. А сегодня ведь у нас с развитием интернета, с развитием IT-технологий, значит, вот ужас. И враг не дремлет. Они, значит, вот там пускают нам разные, значит, вот течения, все остальное, значит, вот этого не должно быть. Это надо, значит, на корню пересечь, значит, вот не должно быть. Если мы любим себя, любим, значит, вот и хотим, значит, вот было хорошее, значит, вот будущее у нашего народа, живущего на территории Российской Федерации, мы должны именно, значит, вот сохранить обычные, значит, вот традиции. И дальше, значит, вот уже создавать условия. Обычно ведь многодетные семьи, а не бедные. Ты очень правильно сделал, даже, значит, вот это тонко отметил, значит, в своем выступлении Путин, и, значит, вот нашли, значит, вот с 1 января, с начала года, значит, вот там, чтобы дети чувствовали, значит, вот себя одинаково, не чувствовали ущемленно, одинаковое, значит, вот хорошее, полноценное, значит, вот питание в школах. Видите, значит, вот оно, значит, вот именно молодежь в школе, значит, вот там коллективное, значит, вот, как говорится, дружество, коллективное, значит, вот там воспитание, значит, вот там интернациональное, межнациональное воспитание, никаких в школах религии и другой, ничего не надо, а вот именно, значит, вот как говорится, чтобы не было протеста, значит, вот, как говорится, у немножко, значит, ущемленных, значит, вот так говорится, значит, вот там людей, правота одинаковые, значит, вот, чтобы и финансы, значит, вот, как говорится, позволяли. И очень правильно, значит, вот там и материнский капитал, значит, и дальше содержать, значит, и не случайно говорят, и японцев, значит, вот, не модно детские сады, детские, значит, дошкольные учреждения. Оно, значит, должно находиться с мамой и содержать, значит, вот, чтобы мама, значит, вот там семья могла, значит, содержать до хотя бы до пяти, значит, вот, ребенка. Действительно так, потому что если у мамы два, три, четыре ребенка, то какая может быть работа? Да. Это уже... И потом, значит, вот, попросить революционных деятелей тоже. Не просто, значит, вот запрещать, там, значит, вот, стараться запрещать аборта, там, другой, третий, пятый. Вот у меня семь, значит, вот, а у того, значит, вот там батюшки сколько детей? У Владыки сколько детей? Личным примером, должны личным примером. Да? Да. Сегодня уже я считаю, значит, вот, то, что, значит, вот, грубит, значит, вот, то, что он монах, и ни семьи, ничего, значит, вот, и это уже, значит, вот, неубедительно. Отрицательный пример. Я не скажу, но так, мне неудобно, но положительного я считаю мало. То есть нас в правильном направлении двигает Владимир Владимирович Путин. Общество, мы все должны над этим задуматься. Дети – это радость и жизнь. Внести поправки, изменения в Конституции. Я считаю, что оно заблаговременно, своевременно. Еще полгода тому назад, больше, чем полгода тому назад, говорил об этом, огласил в эфире и потом перед депутатами Молодин Вячеслав Викторович. И я тогда разные были мнения, разные обсуждения говорил. Это все законно, потому что там полностью Конституции, во-первых, не меняют и не меняем. Первое. Второе. Уже настало время. Мы живем в переходном периоде. Жить только законами социалистического строительства, социалистического строя, коммунистической идеологии. Законы должны меняться. Мы говорим, что законы способствуют, стимулировать именно сегодняшнее состояние. Особенно рыночная экономика и политика сейчас другая. Я считаю, что законность, законность, значит, вот оно и должны мы принимать, значит, не только, значит, вот там поправки закон по рыночной экономике, значит, вот по, значит, вот там развитию бизнеса на основе средства, значит, вот производства не общественное, не общественное, значит, вот, а именно, значит, вот там частная, значит, вот собственность, значит, вот и защиту, значит, вот, как говорится, гарантии, значит, вот частной собственности. И дальше, дальше много вопросов. И срок, как говорится, 25 лет Конституции было принято, оно для переходного периода, поправки, они и сегодня могут быть, и дальше могут быть, одно другому не мешает, но уже, как говорится, на демократичной основе принимать главное, чтобы не вызывать недовольствие у наших граждан, у народного населения Российской Федерации. А вот Володин Вячеслав Викторович еще огласил 17 июля прошлого года, 2019 года. Тогда были разные мнения, разные суждения и со стороны руководителей, даже и высокого ранга руководителей, в чем была необходимость, почему наделить, как говорится, правами, полномочиями Госдуму, а что, кому не хватает власти, в таком духе примерно. Но это было, значит, вот, как говорится, не из-за этого, значит, вот, что не хватает власти. И дальше, что, значит, вот, эффективно работало, значит, вот, прежде всего правительство, исполнительный орган и, значит, вот, министра. Это они сами, значит, вот, как говорится, главные, значит, вот, там, ответчики за исполнение той или иной, значит, вот, отрасли народного хозяйства. Вот, и тогда, значит, вот, было, значит, вот, как говорится, разные, значит, вот, суждения. Я сам имею, значит, вот, свое мнение по многим вопросам. И я, значит, вот, сказал, не может быть, значит, вот, чтоб, не посоветовавшись с Володин, слух пустил, значит, вот, как говорится, на весь мир. Значит, вот, необходимости изменения, внести поправки, значит, вот, основной закон Конституции Российской Федерации. Вот оно так и, значит, вот получилось. Оно было, значит, вот, согласовано. И неожиданно и 15 января Владимир Владимирович Путин, значит, вот, огласил. Вот, во-первых, значит, вот, очень компактное, значит, вот, корректное, как говорится, емкое было, значит, вот, послание, да, и, значит, вот, приземство с направленностью на социальную защиту, значит, вот, нашей страны. граждан, и там демографии, там и пособия, там, знаешь, и даже детское, дошкольное питание, знаешь, вот, как говорится, все, значит, вот эти, значит, социальные вопросы охватом около, даже 80% было, знаешь, вот, как говорится. И дальше по изменению Конституции. Изменения, значит, вот оно по крупному изменению, там просто поправки. Поправки, значит, вот там наделить полномочия, значит, вот депутатства, Государственную Думу, Полномочиями себя удвеждать, пропускать уже через комитет по направлениям министерств, министра, не только просто согласовать премьер-министра, утвердить. Спасибо Владимиру Владимировичу Путину, дает право, увеличивается право, но в то же время увеличивается и обязанность. Авторитет, конечно, будет повышаться, а ответственность тоже не снимается уже. Дума с правительством сейчас будет вот так. Правительство было выше, Дума сейчас... Нет, правительства никогда выше не было, но оно, как говорится, до конца неузаконено было. Поправка, поэтому называется она поправка. Не новые введения, не новая разработка. Такие примеры есть в мире, есть даже на примере Татарстана. Мы с вами, значит, вот тогда было, значит, вот интервью. Я бывший, значит, вот министр, как, значит, вот, как говорится, был на собеседовании в Первом комитете, потом, значит, вот там в Верховном Совете, потом только, значит, вот президент дает, значит, вот там указ о назначении того или иного министра после Государственного Совета. То есть, значит, вот там парламентарий, значит, Татарстана. Вот оно примерно будет, значит, вот такое. То есть количество контроля со стороны Госдумы увеличится? Увеличится и спрос увеличится. Поэтому тут не надо ни гадать, ни думать, ни пугать людей, народ, что за изменения.